В Даугубинском центре искусства имени Марка Ротко открылась новая выставка под общим названием «На большой трассе жизни. Графический язык 60-х годов XX века». По словам организаторов, во всех областях декоративно-прикладного искусства доминировал линейно-геометрический стиль, который отражал изменившиеся идеалы общества той поры. Во многом они определялись высокими темпами развития экономики и переменами в политической жизни. Так называемая хрущевская оттепель расширяла творческие возможности художника, открывала доступ к современным технологиям и материалам, мировым стандартам и веяниям моды. Мировые тенденции новой стилистики конца XX века проникали и в Латвию. Они отражались в плакатах, интерьере, архитектуре, живописи, иллюстрациях, линиях одежды. Образцы этого стиля представлены на нашей выставке. Именно в это время появляются фирменные знаки и логотипы предприятий и магазинов, разрабатывается дизайн упаковок, оригинальные формы предметов быта на смену унылым тонам приходят яркие цвета. Аналогичные изменения претерпела и архитектура. Направление того времени специалисты характеризуют как послевоенный модернизм. Его отличает новое понимание пространства. Оно должно быть открытым, с необычным, непохожим на другой и вместе с тем узнаваемым силуэтом. Если мы помним ресторан Юрос Перле или уже ресторан Сенита, вы можете представить эту новую форму. И, к сожалению, вся самая интересная архитектура уже погибла, уже разрушена того времени, потому что мы помним, что это советский период, и нам как-то казалось, что это ничего интересного, что там могло такого быть. И второе, что качество строительства было просто ужасное в то время, и уже эти здания разрушаются сами по себе. И если мы не будем спасать то, что еще осталось, то потеряем все уже. На выставке представлены экспонаты из разных музеев и фондов в Латвии частных коллекций. Здесь же можно увидеть керамические работы Петериса Мартинсона, выполненные в 60-е годы прошлого столетия. Экспозиция на Большой трассе жизни открыта до 10 апреля. С 11 до 23 апреля арт-центр будет закрыт для посещений. Вновь он откроется 24 апреля, в день своего трехлетия, новыми выставками, включая ранее не выставлявшиеся работы Марка Ротко. У горожан и гостей города еще есть возможность до 10 апреля посетить арт-центр и осмотреть все размещенные здесь экспозиции.